В их обязанности входит устранение любых неполадок в доме, от подтекающих смесителей до замены перегоревшей лампочки и многое-многое другое. А так как для выполнения работы жители квартир должны пускать их внутрь, ремонтники часто видят то, что происходит за их закрытыми дверями. Обычно ничто не привлекает особого внимания, но не в этот раз. Это худшее из того, что когда-либо доводилось видеть в квартирах жильцов работнику техобслуживания из округа Клейтон, штат Джорджия. Это была собака, серый питбуль. Бедное существо скорее напоминало мешок с костями, нежели собаку. Технический работник знал, что собака не должна подвергаться таким пыткам и вызвал полицию. Однако полицейские сказали, что он не может просто так забрать собаку из квартиры, так как это будет считаться кражей. Затем мужчина обратился в службу надзора за животными. Сотрудники которой оставили уведомления на двери владельца собаки. Однако собака продолжала подвергаться жесткому обращению до тех пор, пока у технического работника наконец не появился шанс спасти ее. Однажды утром он увидел на улице небольшую клетку, в которой сидела уже известная ему собака. Ее владелец просто выбросил несчастную. Это был ужасный способ избавиться от собаки, особенно в таком плохом состоянии, но это было на руку тому, кто реально хотел помочь ей. Он незамедлительно освободил собаку из клетки и отвез ее в ближайшую ветеринарную клинику, потратив на это полтора часа. Как сообщает NBC 11 Alive, ветеринар клиники Синнамон Кох рассказала следующее. «Когда пса привезли к нам, он плакал, он был весь в слезах, он был в отчаянии. Это худший случай, который я когда-либо видела. Он такой милый и дружелюбный. Все, что он хочет, это поцеловать тебя». Ветеринар отметила, что помимо сильного истощения, у собаки также имелись ожоги на лапах. Она говорит, что собака, которая находилась в очень плохом состоянии, выжила только благодаря человеку, который отвез ее в больницу. Поскольку ветеринар не знала кличку собаки, она назвала его в честь ангела-хранителя, работника технического обслуживания Майки. Вскоре после того, как Майки оказался в клинике, четыре девочки узнали о нем и пожертвовали свои карманные деньги на его лечение. Они приходят в клинику для животных так часто, как могут, чтобы только увидеть его. Попав в ветлечебницу, Майки весил всего 10 килограмм. Примерно половину от веса, который должен был иметь. Как сообщает NBC, полицейские уже установили личность бывшего владельца Майки. Но пока не предъявили ему обвинения, поскольку в настоящее время расследование этого дела продолжает.